Эти, эти теги, две грубые ошибки, которые допускают мастера при подборе тегов. Приветствую вас, друзья, с вами Прохоровская Светлана. Те две ошибки, которые мы сейчас с вами разберем, они похожи на другие ошибки в других интернет-магазинах. Получается, то, что я сейчас расскажу, подходит и для этих магазинов, и для любых интернет-магазинов. Если у вас такие есть. Друзья, на что я обращаю ваше внимание? Давайте зайдем в листинг. Готовлю сейчас консультацию и хочу поделиться с вами вот такими, как на первый взгляд, может быть, мастера, кто их делает, эти ошибки, ошибками не считает. Обратите внимание, если вы посмотрите, вот здесь вы видите ряд тегов, которые написаны слитно, они написаны вместе. Вроде бы, казалось бы, на первый взгляд, ничего такого. Но ничего такого, а что же тут такого, давайте разберемся. Почему так, почему так возникают какие вопросы и почему так не стоит писать. Можно или нельзя писать эти теги слитно? Можно или нельзя сокращать, обрывать на полслова тег? А почему возникают такие вопросы? К сожалению, на Etsy есть строгое ограничение по написанию тегов. 20 символов, ни больше, ни меньше. Но в некоторых странах при открытии новых Etsy-магазинов появилось разрешение, что можно писать теги размером, включая пробелы 30 символов. 20, у кого-то 20 символов, у кого-то 30. Но вместе с тем, как места не хватает. Когда вы видите интересную фразу, хотите написать какой-то свой тег, который, на ваш взгляд, ярко, четко описывает ваше изделие, то оно не помещается. Что с этим делать? Получается, кто-то думает, что, может быть, где-то прочитал, кто-то такое написал, что теги писать слитно можно. Но на самом деле нельзя. Друзья, если вы пишете теги слитно, если вы какой-то тег обрываете на полслова или сокращаете, мы сейчас разберемся, например, вы делаете очень две грубых ошибки. Получается, вы себе, опять же, забиваете место, занимаете в 13 тегах на Etsy неработающим тегом. Хотите это проверить? Почему он неработающий? Вы можете не верить мне, вы можете не верить другим мастерам, другим людям, другим консультантам, другим преподавателям. Но как это проверить? Проверьте себя. Если вы, например, подбираете тег, либо придумали сами, но не проверили ли вы его на Etsy, зайдите на Etsy, напишите вот эту фразу. Зайдите в Google Ads, напишите эту фразу. И вы из первых рук, согласно тех порталов, где вы работаете, а мы в основном работаем где? На Etsy. А Google Ads это к чему? Мы живем и работаем с нашими сайтами в пространстве Google. Google более популярен в большинстве стран мира. Поэтому, если мы хотим продвигать и продавать свои товары в Google, то, естественно, смотрим и проверяем на рекомендации Google. Итак, получается, например, вы написали свой ключевой запрос. Для примера беру Farm Kitchen Decor. Получается, если его написать слитно и перейти вот по этому тегу, не хочу сейчас переходить, чтобы не показывать листинги, которые там есть, вы видите, что несколько мастеров им воспользовались, то на Etsy 5 результатов. Друзья, вы знаете, что это огромный, достаточно уже взрослый портал. Etsy уже, по-моему, 15 или даже более 15 лет. Вы сами прекрасно понимаете, что по иностранному тегу не может быть выдачи, по популярному иностранному тегу на английском языке, который продает, ну, скажем так, портал продает уже около 15 лет, не может быть 5 результатов. Вы сами должны себя оценить. Либо вы ошиблись в переводе, либо вы неправильно написали, но что-то вы сделали неправильно. Но самое интересное, когда вы этот тег, вот как вы слитно слепили все, начинайте еще в Google США проверять, а вам в Google США что пишет? Ну, как Google вообще, Google Ads пишет, что расширьте поиск, рекомендаций нет. Он вам даже 0 не показывает. Иногда бывает показывает Google значение от 0 до 10. Это означает крайне редко, но кто-то что-то там пишет, например, в Google, либо, можно сказать, даже ошибается. Но вместе с тем, если вам Google Ads выдает пустое место, пустое окно, напишите что-то другое с таким смыслом, то вы должны себя как понимать, что если на Etsy практически 0, либо там 10-20 результатов, либо в Google вам, как говорится, пустое окошко, напишите что-то другое, то вы с тегом ошиблись. Точно так же другой тег, шебе, кьют, гном. Так, милый гном в стиле шебе, да? Если вы написали такой тег, и у вас 4 результата по Etsy, а в Google США тоже, расширите поиск, рекомендации, нет пустое окошко получается, пишите что-то получше, или поадекватнее, если будем более точными. Вот это имеет Google. Получается, задача наша, когда мы создаем листинги, когда мы пишем листинги, то мы теги, что подбираем, мы их не придумываем, мы не создаем новые, мы выбираем, и пытаемся найти и на Etsy, и в Google Ads, какие ключевые запросы, слова и фразы используют люди для поиска наших товаров. Если люди для поиска наших товаров вот то, что мы напридумывали, не используют, то мы, естественно, это не пишем. Почему? Потому что мы занимаем место, и мы никуда наш листин с помощью этих тегов не ведем. Для примера, вторая ошибка, сокращение тега. Например, милый гном, cute гном, милый, да, получается. Если посмотреть на Etsy, то 20 тысяч результатов, практически уже 21 скоро будет. В Google в среднем в месяц показатель от 1000 до 10 тысяч. А если мы сократим cute гном, типа милый гном, получается, не дописывая фразу или слово, мы можем с вами увидеть 52 результата на Etsy, и милых гномов по этой выдаче мы не увидим. А в Google Ша там от 0 до 10. Когда в Google Ша от 0 до 10, вы видите явно, что это ошибка в слове, часто люди бывают, например, в поиске, пишут запрос, не успевают дописать, нажимают Enter, вводят в поисковик. Получается, что не всегда оборванный, например, либо сокращенный тег означает, что люди так действительно ищут товары. Google фиксирует все результаты, поэтому, если там есть какое-то сокращение и вы видите, что оно ошибочно, то лучше такой тег не применять. Получается, когда вы создали свой листинг, постарайтесь обязательно после того, как вы его создали, проверить, зайти на Etsy и пооткрывать, вот именно, зайдите как клиент, я сейчас смотрю листинг автора, листинг мастера как клиент. Вы можете точно так же, если вы ленитесь вбивать в поиск Etsy ваши ключевые запросы, которые вы пишете, 13 штук для Etsy, в свой листинг, то уже после того, как уже создадите, хотя бы вот так, попереходите и поперепроверяйте. Получается, если вы слитно сделаете, или если вы обрвете фразу, если вы не полностью скопируете своего файла информацию, то вы это увидите. Если вы случайно послепливаете вот эти ключевые запросы, вы это тоже увидите. Получается, слепливать ключевые запросы просто так нельзя. Если у вас ключевой запрос тег достаточно большой, он не помещается, то вам нужно подобрать подобные, похожие, но все же на те символы, которые вам отходят Etsy. 20 символов у вас, значит 20-30 вы можете чуть больше себе позволить. Получается, вот такая ваша задача при поиске ключевых слов. Если вам сложно подбирать ключевые слова, загляните в мой чек-лист, там есть вопросы по тому, как подбирать теги самому. Давайте сделаем наши выводы. Получается, обязательно подбирайте теги, проверяйте на Etsy в Google Ads, какие используют теги ваши потенциальные клиенты. Сами не придумывайте. Получается, теги мы выбираем те, которые используют наши клиенты. Не пишите слитно длинные теги, не склеивайте слова просто так. Не сокращайте, не обрабатывайте, не обрывайте вернее на полслова тег. К сожалению, такие теги, что слитные теги, что оборванные наполовину, просто занимают места. А что я еще интересного не сказала? А я еще интересного не сказала, что если у вас, например, окончание не помещается, можно или нельзя сократить такой тег. Но такой тег сокращением не будет являться. Например, милый садовый гном, либо милые садовые гномы, либо милые садовые, но гномы. Получается, S на конце. Смотрите, получается, если вы выберете один или второй тег, это два разных тега. На Etsy пока не фиксирует это разграничение. Но если вы, например, garden гномы, либо garden гномс, когда вы введете любой ключевой запрос, когда есть, например, множественное число, единственное число, то часто вы будете видеть, что под ним, когда это явно более видно в Google Ads, предлагает более, например, два разных тега, множественное число, единственное число. Поэтому вы можете подобрать более точно то, что подходит под ваш листинг. Если вы продаете сеты, набор два гнома, то понятно, что будет, например, с множественным числом. Но здесь меньше, чем 20 символов. Я вам для примера привела на данном этапе, чтобы вы понимали, что если у вас идет множественное число, то в другом случае, если вам очень-очень важен этот тег, то вы хотя бы можете поставить его в единственном числе, потому что есть в английском языке окончание меняется, добавляется два, три, это получается, например, как буквы. И когда вы в единственном числе пишете, то тогда тег существенно короче, тогда вы сможете использовать этот тег. На это тоже обратите внимание. И, друзья, еще тоже, когда готовила это видео, вспоминала, не нашла, как бы по своим записям, есть теги, которые при смене окончания, если взять, проверить в Google Ads, имеет сильно разное количество запросов. Ну, например, мы посмотрели там количество запросов от 100 до 1000, да, например, по некоторым показателям. Может быть, упасть, например, от 10 до 100, если мы поменяем, например, окончание. А может быть подняться от 1000 до 10 тысяч будет быть. Это получается, когда мы меняем окончание в наших фразах, в наших тегах. Это тоже очень интересный момент. И еще в Google Ads, Google сам как таковой, да, достаточно фиксирует четко, когда словосочетание люди применяют и в каком порядке. Ну, например, если мы написали вот вверху там, да, cute, garden, гном, получается, милый садовый гном. Но если в Google люди чаще бы писали, это я утрирую, просто вам пример, и сначала бы они писали гном, а потом милый садовый, и получалось бы у Google разные показатели. Даже от перестановки слов фраза немного меняется, и меняется количество людей, которые применяют такую фразу. Какую-то фразу применяет больше людей, какую-то фразу применяет меньше людей. И получается, когда вы будете в Google смотреть, вы будете видеть три одинаковых слова, но в разном порядке. Вот для Google это разные ключевые запросы. По-разному люди реагируют на эти фразы, и по-разному они ее применяют. Вот такой интересный момент. Как вывод, друзья, на что обращаю ваше внимание? Получается, если вы хотите, да, сделать свои теги в листинге более, скажем так, которые помогают продвигать ваш листинг, сделать видимым на Etsy, да и в интернете, в Google, будьте внимательны к этим двум ошибкам. Нельзя слепливать, писать слитно теги на свое усмотрение, нельзя обрывать, сокращать теги на свое усмотрение. Если вы обрываете, сокращаете, обязательно проверяйте, что в Etsy, что в Google, чтобы вы понимали, что продается, да, например, по такому ключевому запросу. Если вам интересно, загляните в мой Etsy-магазин, ссылку под видео оставлю, на набор тегов Etsy SEO и плюс чек-лист, как подбирать теги самому. Если кому интересно, там сейчас акция. Так что, если вам нужно, скачивайте. Если не нужно, учитесь самостоятельно, выбирайте, потому что теги, это самое-самое главное, что у вас есть в Etsy-магазине. Какими бы замечательными фотографиями у вас не были, какие бы замечательные товары у вас не были, если вы неправильно напишите ключевые запросы, то вся остальная работа пойдет на смарку. Ваши листинги, ваш Etsy-магазин не будет видно. Напоминаю вам, что в Etsy, да и в любом другом интернет-пространстве, если мы что-то продвигаем, продаем, все работает на основании ключевых слов, ключевых запросов. Это слова и фразы, по которым на Etsy ищут товары, а если взять в целом интернет, то любую информацию. Поэтому наша задача, если вы что-то продвигаете, продаете на Etsy, либо в интернет-пространстве, правильно выбрать те ключевые запросы, которые ваша использует аудитория, ваши потенциальные клиенты. Друзья, я вам желаю удачи и успеха на Etsy. С вами была Прокоровская Светлана и до встречи в следующих видео. Пока! Удачи вам во всем! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok